16 главы 2 книги Параллипоминон, 1 стих, 9, потом еще немножко позже порассуждаем о 50 верующих людях. 2 книга Параллипоминон, 16 глава, 9 стих, здесь написано «Ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему». Красивые слова, мы часто эти слова встречаем на открытках христианских. Или, бывает, печатают календари, и мы видим их там. И кажется, что текст этот очень даже добрый и благословенный, согласитесь? «Очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему». Я не знаю, операторы высвечивали текст, нет? Если можно, его еще раз покажите, потому что я прочитал не полностью текст. Дальше написано «Безрассудно ты поступил теперь, зато отныне будут у тебя войны». Этот текст адресован к царю Аси. Этот царь когда-то слушал Господа, и Господь действовал через него, и он благоставлял его в войнах, в различных других действиях. Но в какой-то момент царь Аса решил воспользоваться услугами царя Сирийского, отдал ему золото и серебро. И тот посодействовал ему в его действии, и приходит к нему прозорливец, пророк, и говорит ему эти замечательные слова, но ему он их адресует, как укор и обличение. И он говорит «Безрассудно ты поступил». В предыдущем стихе он ему объясняет «Когда-то ты видел руку Божию в своей жизни и прекрасно понимал, что все в руках Творца. Ты обрешался к Богу, Бог отвечал тебе на твои молитвы, но сейчас ты поступил безрассудно». И он как бы напоминает ему «В твоей жизни были благословения, Господь работал через тебя, и ты понимал, что тот человек, который находится в руках Божьих, имеет обетование. Бог будет ему помогать, будет его поддерживать. Но сейчас ты поступил безрассудно». Как вы хотите, чтобы к вам обращался этот стих? С обличением или с пожеланием? В открытках это всегда пожелание или всегда какое-то утешение, обетование, когда мы считаем, что Господь обозревает всю землю, чтобы помогать нам. И мы хотим быть этими праведниками, которые хотят быть с Господом, чтобы Господь поддерживал нас. Но Господь может сказать это и в обличении через свое слово. Часто мы рассуждаем о людях, которые вокруг нас, и сравниваем себя с кем-то, кого-то с кем-то. И я нередко слышу такие фразы. Интересно, да, вот и этот человек, и другой постоянно в церкви, постоянно вроде с Господом. Но одного, такая семья благословенная, он в служении, в хоре поет, проповедует, с посещением ездит. Вот всегда на конференциях, где-то в служении социальном, еще где-то. И Господь через него так много являет. А кто-то вот он вроде и в церкви, и не в церкви. И жизнь его такая разная, непонятная. И люди задаются вопросом, ну от чего это зависит? Кому-то все, а кому-то ничего. Разве Господь так делает, что кому-то все, а кому-то ничего? Или от кого-то так много качественной духовной жизни, а от кого-то совсем немного? Рассуждая о возрасте, часто слышишь мысли людей взрослых, которые говорят о том, что не так важно жить долго, важно жить качественно. Чтобы жизнь была в радость. Когда ты утром просыпаешься и не думаешь, какую таблетку первой выпить. В духовной жизни также есть вот это состояние качества. Не так давно один брат говорил у нас в кафедре проповедь о духовном росте, о том, что в Слове Божьем нет понятия духовный рост. И это правда. В Слове Божьем есть такое понимание, насколько мы приближаемся к Господу, насколько мы близки к Нему. И это и есть духовный рост, или насколько мы возрастаем в познании нашего Творца, и сколько Он может участвовать в нашей жизни. Это и есть как раз качество духовной жизни. Когда мы просыпаемся с радостью перед Господом, молимся к Нему с желанием, нас не нужно заставлять молиться, не нужно заставлять читать Слово Божие или посещать общение христиан, в этом и проявляется качество христианской жизни. Но от чего оно зависит? Мы часто слышим проповеди, и все они говорят верно. Это пребывание в Слове, пребывание в молитве, рассуждение над Словом Божиим на протяжении всей своей жизни, воплощение того, что мы читаем Слово Божие в практической жизни, любовь в окружающем. Но есть моменты, которые могут нам помешать. И когда мы проповедуем, часто мы берем такие резкие примеры. Но вот Аса, жизнь его закончилась не очень хорошо. И очень много таких примеров крайних, когда человек ослушался Господа, и Господь его наказал. Но есть примеры, когда человек остается вроде бы как с Богом, но плодов очень мало. Качество его духовной жизни слабое. И не хотелось бы подражать таким христианам. Мы приводим пример из кафедры, когда человек когда-то ходил в церковь долгие годы, потом он отпадает и только к старости возвращается. Как вы думаете, это позитивный пример или негативный? Ну, скорее негативный. Хотелось бы, чтобы этот человек пришел к Господу и трудился всю жизнь. Он позитивен в конце, что все-таки человек возвращается к Господу. Или часто говорят, вот ты видишь бабушек в церкви? Да. Ты знаешь, что большая половина из них в детстве ходили в собрание. Потом всю жизнь они поэкспериментировали с миром, вышли замуж не по воле Божией, или, ну, по крайней мере, не потому, как учат Слово Божие. И набрав этого опыта, прожив эту тяжелую жизнь, пришли и склонились пред Господом, и сейчас здесь. Я всегда восторгаюсь бабушками. Это самые лучшие слушатели в церкви. Они всегда с тобой согласны, ну, практически всегда. А у них своя духовная жизнь, свои какие-то переживания в том, что могло бы быть по-другому, если бы не. Я хочу, чтобы мы прочитали один интересный пример про двух пророков, про Илью и про Елисея. О том, как Илья передавал благословение, или Елисей принимал благословение от Ильи. И там эту историю окружают 50 молодых пророков. Мы прочитаем из четвертой книги царств, вторая голова, очень такой длинный текст, но он очень полезный и назидательный. Четвертая книга царств, вторая голова с первого стиха. «В то время, как Господь восхотел вознести Илью в вихри на небо, шел Илья с Елисеем из Галгала». Напомню, что Илья – это учитель, Елисей – это ученик. И когда-то Илья избирает Елисея своим учеником, он бросил на него свою милоть. Милоть – это верхняя одежда, она чаще всего делалась из овечьей шкуры, то есть какой-то плащ. И вот Илья уже старый, они идут вместе с его учеником Елисеем, рассуждают. И второй стих мы читаем. «И сказал Илья Елисею, останься здесь, ибо Господь посылает меня в Вифиль. Но Елисей сказал, жив Господь и жива душа твоя, не оставлю тебя. И пошли они в Вифиль. И вышли сыны пророков, которые в Вифиль к Елисею, и сказали ему, «Знаешь ли, что сегодня Господь вознесет Господина твоего над головою твоею?» Он сказал, «Я так же знаю, молчите». И сказал ему Илья Елисея, останься здесь, ибо Господь посылает меня в Иерихон. И сказал он, «Жив Господь и жива душа твоя, не оставлю тебя». И пришли в Иерихон. И подошли сыны пророков, которые в Иерихонии к Елисею, и сказали ему, «Знаешь ли, что сегодня Господь берет Господина твоего и вознесет над головою твоею?» Он сказал, «Я так же знаю, молчите». И сказал ему Илья, останься здесь, ибо Господь посылает меня к Иордану. И сказал он, «Жив Господь и жива душа твоя, не оставлю тебя». И пошли оба. Пятьдесят человек из сынов пророческих пошли и стали вдали напротив их, и они оба стояли у Иордана. И взял Илья милость свою, и свернул, и ударил ею по воде, и раступилась она туда и сюда. И перешли оба посуху. Когда они перешли, Илья сказал Елисею, «Проси, что сделать тебе, прежде нежели я буду взят от тебя». И сказал Елисей, «Дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне». И сказал он, «Трудного ты просишь, если увидишь, как я буду взят от тебя, то будет тебе так, а если не увидишь, не будет». Когда они шли и дорогою разговаривали, вдруг явилась колесница огненная, и кони огненные, и разлучили их обоих, и понесся Илья в вихре на небо. И Илья все же смотрел и воскликнул, «Отец мой, отец мой, колесница Израиля и конница его», и не видел боли его. И схватил он одежды свои и разодрал их на две части. И поднял милость Илии, упавшую с него, и пошел назад, и стал на берегу Иордана. И взял милость Илии, упавшую с него, и ударил ею по воде, и сказал, «Где Господь Бог Илии? Он Самый». И ударил по воде, и она раступилась туда и сюда, и перешел Елисей. И увидели его сыны пророков, которые в Иерихоне издали и сказали, «Опочил дух Илии на Елисей». И пошли навстречу ему, и поклонились ему до земли, и сказали ему, «Вот, есть у нас рабов твоих человек пятьдесят, люди сильные. Пусть бы они пошли и поискали господина твоего, может быть, унес его дух Господень и поверг его на одной из гор или на одной из долин». Он же сказал, «Не посылайте». Но они приступали к нему долго, так что наскучили ему, и он сказал им, «Пошлите». И послали пятьдесят человек, и искали три дня, и не нашли его. И возвратились к нему между тем, как он оставался в Иерихоне, и сказал им, «Не говорил ли я вам, не ходите». Вот такая длинная, интересная история о взаимоотношениях двух величайших пророков, через которых Господь явил много чудес. Она говорит нам о том, что Елисею было очень важно находиться при Илии в момент его перехода к Господу. Вообще, в древности люди верили, что это важно особо, когда передается какое-то благословение от одного человека к другому. Более того, мы видим, появляются два раза группы молодых пророков. Написано, «Сыны пророческие», их каждый раз по пятьдесят человек, и они сопровождают эту процессию, рассуждают с Елисеем, и говорят ему, что им тоже известно пророчество об Илии. Он знает, что его учителя сегодня Господь заберет к себе. И они знают, они подходят к нему, и дважды одна группа, потом другая говорят, «Мы знаем, что сегодня Господь вознесет твоего учителя над тобой». И он им говорит, «Я тоже знаю, молчите». Ну, грубо говоря, он говорит, «Не напоминайте мне, мне и так печально. Я знаю, что мой учитель будет теперь не со мной, я хочу оставаться с ним». Но он в этом трепете, он продолжает это шествие. Елисей в какой-то степени был испытываем Ильей. Возможно, Илья не хотел пугать его какими-то действиями. Мы не знаем, здесь не сказано почему, Илья несколько раз отговаривает его от путешествия вместе с ним. Но они идут, и даже клятвенно Ильисей говорит, «Не оставлю тебя». Происходит вот это чудесное действие, когда Илья ударяет по реке, она расступается. Это напоминает нам чудеса, которые были явлены израильскому народу в Ветхом Завете, во времена Моисея. И они вместе переходят Иордан, и там начинается дальнейшая их беседа. Илисей желает благословения Ильи. Если мы посмотрим на жизнь Ильи, то она не совсем уж радушная. Там много испытаний, ему приходится обличать царей, ему приходится работать с народом, который постоянно восстает против Господа. Более того, вокруг очень много поклонений языческим божествам. И даже вот эти 50 сынов пророческих, сегодня уже брат читал про Самуила. Во времена Самуила были организованы особые духовные школы для молодых людей, которые еще не осквернены поклонением идолам. И вот в каждом из населенных пунктов были такие особые духовные школы, где сохранялись молодые люди. Они изучали Слово Божие, они общались друг с другом, общались с духовными наставниками. И вот эти группы людей сопровождали их. То есть была попытка оживить духовную жизнь того общества. И Илья жил в этом обществе. Он испытывал постоянные притеснения за его глубокую веру. Но Илисей видел его близкое общение с Богом. Многие люди сейчас говорят, ну я смотрю на христиан, сейчас как-то все хорошо. Вот я помню те времена, когда христиан гонали, и те, которые оставались в церкви, вот те были действительно верны. Нам сложно представить себя в те времена или в эти. Мы живем здесь и сейчас. Но действительно вера проверяется в испытаниях. И когда человек желает трудиться Богу вопреки испытаниям, это показывает, насколько ему ценно быть ближе к Богу. Соответственно, мы говорим, Елисей видит, насколько Господь близок к Илье. И он хочет быть не менее близок к Нему. И мы знаем, что жизнь Елисея впоследствии также была сопряжена с большим количеством испытаний и сложностей. Но он является сосудом Божиим, который славит Бога, трудится, обличает народ, через него много чудес происходит. И вот этот человек желает иметь даже благословений в два раза больше, чем имел Илья. Илья не знает, чем ему ответить, потому что не в его власти распоряжаться благословениями. Но он говорит интересное обетование, если ты увидишь, как Господь меня заберет, то будет тебе так. И он видит это обетование, Господь забирает чудесным образом Илью, милоть его падает. И в качестве вот этого вздримого, видимого знака, Елисей забирает ее себе и становится новым великим пророком своего народа. И он начинает свое служение, и первый его контакт, это контакт с милотью, с речкой и с 50 пророками. Он подходит к реке и как бы проверяет, Господь, ты сейчас со мной, он ударяет этой милотью, Господь оказывает ему милость, открывает эту реку, он переходит, и это является свидетельством для других пророков. Но смотрите, какие сильные слова они говорят. Воистину они признают, что Дух Илии, те благословения, которые были на Илии, теперь опочили на Елисеи. То есть благословения перешли на Него. Они признают Его величайшим пророком. Написано, что когда Он подошел к ним, они поклонились Ему и поклонились до земли. Это признак особого почтения. Но дальше начинается другая история, и я больше всего хочу обратить наше внимание на нее. И вот как только они поклонились, как только они признали, что Он величайший пророк, и Он знает истину, эти 50 юношей, которые когда-то сказали, мы знаем, что сегодня Господь заберет твоего Господина, они говорят странные вещи. Вот у нас, у рабов, твоих человек 50, люди сильные. Пусть бы они пошли и поискали Господина твоего. Может быть, унес его Дух Господень и поверг его на одной из гор или на одной из долин. Он же говорит им, не посылайте. Интересный диалог. Они говорят ему странные вещи. Только что они ему пророчествовали, что Бог заберет Илию. Они видят, что Бог уже забрал, и теперь Дух его опочил на Елисеи, но они начинают рассуждать. А что, если где-нибудь Бог его уронил в долине или на горе? Может, пойдем поищем его? Может, или переживать меньше будет? Он же одежды разорвал. Или им ясно... Елисей, извиняюсь, ясно говорит им, не делайте этого. Не посылайте. Я точно все знаю. Господь же пророчествовал и мне, и вам. Одинаковые истины. Дальше сказано еще интересно. Они приступили, приступали к нему долго, так что наскучили ему. То есть, они назойливые уговаривают его. Ну, давай пойдем поищем. Может быть, мы найдем Илию в долинах, или на горе, или еще где-то. И он уже говорит им, идите. Они идут, три дня ищут его. Не находят, приходят и говорят, не нашли. На что он им отвечает? Я же сказал вам, не говорил ли я вам, не ходите. Я не вижу в этом тексте глубокого осуждения этих 50 пророков. Не знаю, может быть, кто-то видит. То есть, нигде Слово Божие явно не говорит, что они глупые, безрассудные, ничего не понимают, как сказано Аси. Безрассудно ты поступил. Здесь вполне нормальные люди, которых можно называть верующими, они однозначно верующие, выросли в познании Бога, их наставляли мудрые старцы. И здесь они контактируют с пророком, и они здесь видят, как Господь чудесным образом изливает Духа Своего на Илью и на Елисея через Илью. Но странное действие, зная истинное Слово, они делают что-то лишнее в своей жизни. По сути, три дня в своей жизни они потеряли. Потеряли на глупое действие, которое не привело к их духовному росту, или к духовному качеству жизни, или к приближению Господу. Они продолжают делать какое-то ненужное, неполезное действие, хотя пророк их предупредил. Я хочу, чтобы вот этот пример мы адресовали на себя, или к себе. В нашей жизни у нас есть верное пророческое Слово, Слово нашего Бога. Мы регулярно слушаем проповеди, слышим их, вникаем, рассуждаем, но нередко мы похожи на вот этих 50 пророков, или сынов пророческих, которые прекрасно знали истину, но зачем-то стали тратить время на бесполезное. Я думаю, много примеров в нашей жизни мы найдем, когда будем думать, слушай, я вот здесь действительно потратил время не на то, что полезно для моей духовной жизни. В какой-то степени вот это потраченное время даже навредило моим отношениям с Господом, моим ценностям. Мы много времени проводим сейчас в средствах массовой информации. Нередко слышишь от христиан возмущение происходящим на земле. Но Слово Божие говорит нас, не ужасайтесь, у вас есть самое великое обетование, вы идете в Царство Небесное. Как печально видеть неверующим людям удрученных христиан, которые недовольны правительством, недовольны жизнью, погодой, какими-то обстоятельствами. Христиане это люди, которые не тратят время на подобные рассуждения. Они не уходят три дня разбираться в политике, в геополитике или в проблемах социального какого-то неустройства. Это люди, которые познают Бога, трудятся для Его славы, возрастают в познании любви и учатся больше и больше любить своих братьев и сестер и окружающих людей. Я часто слышу примеры братьев в советах каких-то, вы знаете, хотели брата рукоположить, вот он уже готовился, мы видели в нем потенциал, а потом он выбирает работу вахтовым методом и уезжает. Ну какой из него служитель? Ну и действительно, как вот можно положиться на человека, который то в церкви, то не в церкви? Или человек выбирает работу, которая регулярно его заставляет работать в выходные дни, и он не может пребывать в Доме Божием. И он говорит, я хотел бы послужить, ну а как? И задается вопрос, ну может быть ты бы поискал работу, которая могла бы не мешать твоей духовной жизни. Некоторые люди выбирают работу дальнобойщика и в Северной Америке сейчас призывают в церквях очень настойчиво, не выбирайте такую профессию. Она разрушает ваш духовный мир, разрушает семьи. Люди, к сожалению, не имеют общения с женой, с детками, и начинается разрушение семейных отношений, и в служении человек не преуспевает. Человек выбирает что-то, что мешает ему, он ищет какие-то альтернативные пути. Как печально слышать рассуждения христиан о том, что они прочитали какую-то психологическую книгу, которая помогла решить им проблемы. Если христиане решают свои духовные проблемы не с Богом и непосредством Его Слова или молитвы, то горе таким христианам. Они ищут, как эти пороки, временно каким-то другим мирским мудростям. Их много, и немало прекрасных высказываний мудрых людей, их духовного опыта в том числе, душевного опыта, но это не Слово Божие. Если христианин перестает утешаться Господом, а ищет какие-то альтернативы, он находится на опасном пути. Нередко можно услышать, ну вот вы постоянно своей Библией всех, вот надо только Библия. Вот посмотри вокруг, есть немало хороших людей, немало из них счастливые люди. И я с вами соглашусь, их очень много, счастливых людей. Или счастливых на тот момент, когда мы их увидели или узнали. Мы не знаем их внутреннего мира, и может быть, он даже вполне неплох. Но Господь дает другое обетование. Христианин будет иметь особый мир во взаимоотношениях с Богом. Это другое состояние. Более того, христианин имеет обетование быть в вечности с Богом. Поэтому он должен быть осторожен на своих путях. Не отклоняться от них. Сейчас очень много различных проповедников, которых распространяют в сетях. Я уже как-то говорил об этом. Опасно, когда мы делимся этими умствованиями или рассуждениями таких людей. Многие из них хорошие ораторы, прекрасные проповедники, неплохо знают Слово Божие, но они несут в себе вкрапление неверного учения. И когда мы друг другу пересылаем это, мы иногда заражаем людей. Люди, как эти пророки, уходят на несколько дней от истины. И нередко страдают, и очень серьезно страдают, когда это проникает в их жизнь. Им нужно потом выкорчевывать вот эту ненужную псевдоистину. Истина в Слове Божьем. И пророки знали Слово Божие. Знали, что так не нужно делать. Им уже открыто все было. Нам с вами тоже открыто. Слово Божие говорит, что у нас есть все необходимое, или там потребное сказано, для благочестия. Я убежден, что Слово Божие нас не обманывает. У каждого из нас есть все необходимое для благочестия. Аминь? Аминь. Если мы это используем, то мы будем благочестивыми христианами. И благочестие – это истинное почтение пред Богом. Когда мы познаем, каков Он есть, мы искренне склоняемся перед Ним, и мы любим Его, любим молиться, любим изучать Его Слово, вместе с христианами петь. Вот это благочестие, когда мы понимаем, каков Бог. Поэтому Слово Божие дает нам обетование. У нас есть все необходимое для благочестия. Нам не нужно вот этих ответвлений, выходов куда-то на три дня или на долгое время, поисков духовных истин. В общем, сейчас много мудрых людей, на которых люди опираются. Других религий слушают, ролики какие-то. Дорогие, Господь видит наши сердца, видит наше поклонение, и Он знает, где сейчас находится наше сердце, где наши пути. С Его откровениями или с другими какими-то истинами. Я хочу вернуться к первому стиху, который мы с вами процитировали. «Очи Господа обозревают всю землю». Это хорошее обетование для тех людей, чье сердце вполне, там использовано слово «вполне». То сердце, которое не ходит другими путями, не ищет другие истины, а пребывает в Господе. Пускай Господь благословит каждого из нас пребывать в Его Слове, любить Его, молиться, иметь ответы от Господа, иметь вот это желание быть благочестивыми христианами. А Он силен сделать это. Сейчас мы будем молиться. Я хочу, чтобы каждый из нас проверил свое сердце, обратился к Господу. Если что-то нужно исправить, исправим. Богу нашему за все слава и честь. Аминь. 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 Продолжение следует...